Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. В социальных сетях Ярослав признался, что сейчас ему все так же тяжело. Наташенька, люблю тебя. Сегодня сороковый день, как нет моей Наташеньки. Спасибо за все. Спасибо за сына. Спасибо за то, что ты для меня сделала. Я был самым счастливым человеком с тобой. Каждый день думаю о тебе. Я верю, что ты всегда будешь рядом с нами. Лети, счастливого пути, поделился эмоциями артист. Также Ярослав написал стихотворение, которое посвятил супруге. По мнению поклонников, эти строки наполнены болью и тоской. Я буду писать тебе письма, в рассветную рань отправляя, сквозь сердце влюбленного призму, любое из слов пропуская. Я буду слагать тебе песни, мне звезды, что ноты ночами, наутро остан млечный исчезнет, оставив рассинки печали. Я буду читать тебе сказки, зажегши свечу окошко, надежд безутешные краски, согреют меня немножко. Я буду искать тебе рифмы, что прежде никто не озвучил. А знаешь, весь мир этот дивный, увы, без тебя мне наскучил. Сейчас смыслом жизни для Сумишевского стал маленький сын. Артист старается сделать все, чтобы психика ребенка не пострадала в связи с трагедией. Певца поддерживают родственники, а также коллеги и друзья. Фанаты тоже регулярно пишут звезде мотивирующее послание, восхищаясь его силой. Отметим, что несмотря на загруженный график, певец Сумишевский нашел время для своего маленького сына. Артист поделился с подписчиками в Инстаграм трогательным фото, на котором он запечатлен. С четырехлетним Мирославом в объятиях. «Я дома, и у нас обнимашки с сыном». Очень соскочился по нему, откровенно признался музыкант в подписи к нежному снимку. Мирославу недавно исполнилось четыре года. Мальчик – единственный сын Сумишевского и его покойной жены Бородкиной. Женщина умерла всего за три недели до дня рождения малыша. Праздник для него певцу пришлось устраивать уже в статусе вдовца. Стоит отметить, что уже десять лет Ярослав поет песню о том, как исчезает любовь. «Вернись, любовь, никому не хочется встретить одиночество, но сбылось пророчество, рядом нет тебя». Эту песню я пою уже десять лет, но сейчас она приобрела для меня иной смысл. Пишет он в Инстаграм.